Любишь ужасы? Тогда загляни на канал моей подруги. Она с командой делает чудесные ужастики, от которых даже у меня кровь стынет. И много других интересно пугающих видео. Уверен, вам понравится. Заходим, подписываемся. Ссылка в описании. Помоги каналу. Расскажи об этом видео себе на странице ВКонтакте. Добавляйте меня в друзья в соцсетях. Добавляйте меня в соцсетях. Как-то на одном из ночных дежурств поступил звонок. Скорую вызвали в соседнее село. Я, как обычно, поехала с теткой на вызов. Уже давно стемнело. Мы ехали по проселочной дороге. Освещая путь себе только фарами, своей старой нет ложки. Вдруг водитель резко затормозил и остановился. На дороге в свете фар, согнувшись и закрывши лицо руками, сидела женщина. Вся одежда, которая была на ней, была черного цвета. Наш водитель Павел вышел из машины и подошел к женщине. Она горько плакала. Мы все вышли и стали расспрашивать ее, почему она здесь и что случилось. Она назвала нам какой-то адрес, я сейчас уже не вспомнил, и сказала, что там умирает трехмесячный ребенок. Паша предложил ей сесть в машину и поехать с нами. Но она отказалась, объяснив это тем, что она не может с нами поехать, потому что ее дом здесь. Я начала глядаться, но нигде не увидела и намека на жилище. Когда мы поехали, я увидела в окно, что мы едем мимо кладбища. Мы долго искали адрес, который назвала нам женщина на дороге. Пока мы ехали, ее лицо, вернее выражение ее лица стояло у меня перед глазами. Наконец-то мы нашли нужный адрес, по которому нас отправила странная женщина. Мы позвонили в дверь, нам открыл мужчина. Он очень удивился нашему визиту и заверял нас, что скорую он не визывал. А еще он очень удивился, ведь его маленькая дочь действительно сильно болела. Как мы узнали об этом и кто нам дал адрес, спросил мужчина. Врачи прошли в комнату, там действительно в кроватке лежала трехмесячная девочка. Они начали обследовать малышку, а я осмотрела комнату. На стене висела фотография молодой женщины. Я ее сразу узнала. Это ее мы встретили на дороге. Мне стало сразу плохо, ведь фотография была с черной ленточкой в уголке, и я присела на стул. Водитель, проследовав за моим взглядом, посмотрел на фото и сел рядом со мной на кресле. Хозяин, не понял, что с нами происходит, предложил нам воды. Сделав несколько глотков, Павел объяснил, что именно эта женщина и отправила нас по этому адресу, потому что здесь умирает трехмесячный ребенок. Мужчина горько вздохнул и сказал, что этого не может быть, ведь это его жена, которая скончалась три месяца назад при родах. И в этот момент фотография с рухотом упала на пол. Очнулась я в машине. Оказалось, что от потрясения я потеряла сознание. Мы возвращались в больницу и везли эту маленькую девочку. У нее было обезвоживание. Проезжая мимо того места, мы заметили женщину в зеркале. Все, кто был в машине, отчетливо услышали, как кто-то крикнул. Спасибо. Вроде и не верилось, что такое может быть. Но не могло всем одновременно показаться. Долго отходила я от того случая, перестала с теткой на работу ездить. Но одно твердо поняло. Ничего нет сильнее материнской любви. Продолжение следует... Продолжение следует...